Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит и показывает Лапа Дом. И сегодня я хочу рассказать об одной из книг своего детства. Конечно же, компенсация и еще раз компенсация. То, что недополнено, недополучено нами в раннем детстве, потом возвращается, и возникают все эти невероятные хобби, целые движения, течения, зачастую прямо катастрофические последствия для биографии. Это тот огонь, который горит в глазах любого мужика, который заходит в отдел радиоуправляемых моделей. Даже если у него дочка, а не сын. Неважно. Но если говорить серьезно, а не анекдотами, то, конечно, многие детские книги вызывают трепет и радость просто своим существованием. Ты берешь их в руки и вспоминаешь, как ты был ребенком. Вот такого вот почемучку я недавно обнаружил в Букинисте. И этот почемучка стал для меня просто наслаждением, на целый вечер вернул меня, ну, если не в детстве, то в ранние школьные годы. Значит, я тогда жил у бабушки. У бабушки жил в городе Череповце, а не в Вологде. И эта книжка была не моя. Эта книжка была семьи наших родственников. У нас такой дорогой, красивой книжки дома не было. Вообще, надо сказать, что если я о чем-то и сожалею, так это о том, что все-таки мало было красивых детских книжек в доме. Не так много, как бы хотелось. И многого я не увидел. То есть я познакомился, полюбил уже потом, будучи гораздо более взрослым человеком. Конечно, это не умаляет мою любовь ни к Траугатам, допустим, ни к другим художникам, или там ни к Толкину. Но просто в моем-то раннем детстве ничего этого не было. И вот та любовь, которая есть к этим книгам, художникам, авторам, она пришла позже. И она уже совсем другого вида. Это совсем другое совершенно. Хотелось бы, чтобы это было с первых дней. Потому что непередаваемое чувство восторга, которое испытываешь, которое вспоминаешь, когда глядишь на такую книгу. Вот эта вот замечательная почемучка создана коллективом авторов, потому что это энциклопедия, и коллективом художников под руководством Семенова. Значит, здесь, как и в любой универсальной детской энциклопедии, материал разбит тематически. Здесь есть главы, посвященные природе, технике, обществу, знанию, истории и так далее. Но вот мне нравится то, что сам принцип, который я узнал пару лет назад, именно из этой книги, принцип построения по вопросам. Почему, зачем, от чего. Не по каким-то вот таким, не по хронологии в истории, да, не по разделам наук, в разделе точных наук, не по жанрам в разделе о литературе, а именно по вопросам. От чего небо синее, от чего трава зеленая, а вода мокрая. Вот сходу ответьте мне, пожалуйста, на эти вопросы. Причем такими словами, которые понял бы пятилетний ребенок. Вот задачка, скажу я вам. И тексты, которые были написаны в этой книге, они не устаревают. Я уже говорил об этом явлении, когда я рассказывал о большой антологии «Хочу все знать», которую только что переиздала, прекрасно оформив и снабдив современными 21 века комментариями и дополнениями, да, издательство «Дидгиз», потому что хорошие научно-популярные тексты, они не стареют. Вода как была мокрая, она так и осталась, она мокрее или суше не стала. И небо по той же причине голубое, по какой оно причине было таким и в нашем детстве. И когда хорошо отвечены эти вопросы, да, хорошо разъяснены, это формирует мышление и сейчас, и сто лет назад, и пятьдесят лет назад, лишь бы были даны верные ответы и были они хорошо изложены. Многие страницы этой книги, особенно что касается истории, культуры, каких-то вот таких понятий, да, они мне просто памятны. Я вот их вспоминал, пусть не наизусть, но близко к тексту, когда видел. Потому что эта почемучка у меня была одной из любимых книг вот там, в Череповце, когда я жил у бабушки довольно длительное время. И я сейчас эти картинки, пусть я сами их не помнил, но рассматривая эти картинки сейчас, я уже видел какие-то вещи, которые потом, постепенно, спустя годы воплотились в другом, в манере каких-то шаржей карикатур, которые я рисовал уже в старшей классе школы, да, и сейчас продолжаю чуть молевать время от времени, да, в круге моих интересов, да, ты видишь зернышко, из которого потом выросло дерево годы спустя. Самоанализ интересная вещь. И вот именно такие книги, книги из детства, очень хорошо в этом помогают. Что еще сказать о почемучке? Во-первых, она оформлена с большим юмором. Это отдельные достоинства у книги, потому что, я бы сказал так, излишний пафос многих современных книг, научно-популярных, изданных для детей, он немножко, ну, зашкаливает. Временами он не просто немножко раздражает. Потому что энциклопедия прекрасно оформленная, прекрасно скомпонованная, да, в которой постоянно упоминается, это грандиозное сооружение, асуанская плотина, она вот такой-то высоты, такой-то ширины, она самая такая-то, самая большая, там, самая такая. Или эта гора самая такая. Для ребенка абсолютно все равно, что она самая большая, самая такая-то. Ему не важно, что самое большое, что самое. Он один раз об этом узнал, да, любопытный факт, и идет дальше. Ему не с чем пока сравнить. Он не был на многих плотинах, не поднимался на многие горы, не плавал по семи морям, он не знает, с чем сравнивать. А вот интересно рассказать, что бы зацепило, что-то, какой-то интересный факт, как-то вот намекнуть. Это совсем отдельное искусство. И тогда уже эта гора, эта река, эта книга, этот писатель, этот ученый Менделеев, да, вот, какой-нибудь, да, становится для тебя такой опорной точечкой. Память цепляется за эту подробность, и годы спустя потом вспоминает это имя, вспоминает это явление, вспоминает эту книгу. Это очень интересно, и это работает вовсе не так просто, как кажется, на первый взгляд. Он подоступнее простым языком изложил, да, что тебе заданную тему, да. Вот, тем более коллектив автор, каждый пишет только отдельный набор статей, да, по своей тематике, и все. Вот, а в этой книге очень много юмористических рисунков. Конечно, тут спасибо Семенову, и не только ему. Очень много прекрасных изобразительных вставок, стилизованных то под старину, то под гравюру, то под фотографию 19 века, то под карикатуру современную, вот, и так далее. В конце книги идет целый раздел, который я любил в детстве больше, чем другие, да, понятно, сейчас увидите почему. Это письма Мазилы Бабашкина. Значит, время от времени серьезные материалы книги прерываются, да, и, значит, и тут нам написал Мазилу Бабашкину. Все письма Мазилы Бабашкина собраны в конце книги. Вот, и ты, значит, долистываешь книгу, скорее, посмотреть, что это за письмо, да, а там всего три странички, но зато каких. Вот эти вот каракули я рассматривал с огромным удовольствием. Юмор в таких книгах очень важен. Ребенок даже не понимает, почему это смешно или забавно, да, но, безусловно, подсознательно все это очень здорово оценивает. Конечно, в «Почемучке» очень много советскости. Это понятно. Здесь есть огромные статьи про то, что Советский Союз самый-самый, советские люди самые-самые, история наша самая-самая, вот, наука наша вообще, а, ну, в общем, все остальные просто рядом даже не ходили, то есть это вот просто... Вот очень много такого ура, урательного, да, с флагами, с барабанным боем, но без этого никак. Надо сказать, что и запомнились эти разделы у меня гораздо хуже, чем все остальное, потому что остальное сделано гораздо более интересно. Вот такой вот «Почемучка», да, вот немножко уже, видите, помятый, чуть-чуть порванный, да. Это не та книга, та книга, она где-то уже канула в лету, да, тот экземпляр я имею в виду. «Москва. Педагогика. 1988 год». По-моему, у меня было более раннее издание, не знаю. Вот, но в любом случае, я очень рекомендую внимательнейшим образом заглядывать внутрь детских энциклопедий, когда вы их выбираете в библиотеке или на полке магазина. И смотреть не просто, насколько цветные и яркие, сочные иллюстрации, да, вот это слово «сочные» особенно любят употреблять критики, а смотреть текст, прежде всего текст и только текст. Кто писал и как писал, рассказывая о том. А иначе получается, что опрос проводят на улице подростков, да, спрашивают, почему сменяются времена года на планете. И ни один не может ответить правильно. Вот, попробуйте и вы вспомнить, почему меняются времена года на нашей планете. Итак, почемучка, книга из моего детства, книга со всеми особенностями того времени, да. Вот здесь вот изображен замечательный компьютер, размером с небольшую комнату, да. Все было, как оно было в 80-х. Читайте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!